Добрый день! Сифилис, половая инфекция, вызываемая бледной трепанемой, передается только от человека к человеку. Сифилитическая инфекция нервной системы – результат хронического воспаления менегиальных оболочек. Проникновение в ЦНС происходит на ранних стадиях нелеченного сифилиса. Бледная трепанема проникает в организм человека через царапины на коже и слизистых. В патогенезе преобладает облитерирующий эндартертериит терминальных артериел с последующими воспалительными и некротическими изменениями. Иммунитет к повторному заражению не развивается. В 1999 году Всемирная организация здравоохранения выявила 12 миллионов новых случаев сифилиса у взрослого населения. В США ежегодно заболеваемость выросла с 10 тысяч в 1956 году до более 50 тысяч в 1990 году. В России заболеваемость сифилисом в 2009 году более 75 тысяч случаев. Различные формы манифестации сифилиса зависит от длительности заболевания. Симптомы нейросифилиса в основном центрального происхождения в порядке убывания включают изменение личности, в том числе познавательные и поведенческие нарушения, атаксию, острые нарушения мозгового кровообращения, офтальмологические симптомы, например, помутнение зрения, снижение цветового восприятия, нарушение остроты зрения, визуальное затемнение, светобоязнь. Тазовые нарушения, например, недержание мочи, простреливающие боли в конечностях, головную боль, головокружение, снижение слуха и судороги. В неврологической картине в порядке убывания выявляются гипорефлексия, чувствительные нарушения, например, снижение проприоцепции и вибрационной чувствительности, зрачковые нарушения, а не зокория, симптом Аргайла Робертсона, краниальная невропатия, деменция, мания или паранойя, симптомы Ромберга, суставы Шарко, гипотония, атрофия зрительного нерва. Нейросифилис разделяется на две основные категории. Раннее вовлечение ЦНС, ограниченное мозговыми оболочками и паранхематозное поражение. Выделяют шесть основных типов поражения. Асимптомный нейросифилис, острый сифилитический менингит, менинговаскулярный сифилис, спинная суходка, прогрессивный паралич и атрофия зрительных нервов. Асимптомный нейросифилис характеризуется положительными нетрепонемными тестами ликвора, ВДРЛ-тестом. Следует избегать загрязнения ликвора крови, это может приводить к ложным положительным реакциям. Характерное отсутствие каких-либо неврологических жалоб и симптомов. У пациентов с острым сифилитическим менингитом наблюдаются менингиальные знаки в виде ригидности задней группы шеи, головные боли, тошноты и рвоты. Лихорадка не характерна, часто встречается невропатия черепных нервов. Патогенез менинговаскулярного сифилиса, эндорториевит с переваскулярным отеком. Основное проявление менинговаскулярного сифилиса – острое нарушение мозгового кровообращения в относительно молодом возрасте, в бассейнах, среднемозговой или основной артериях. Спиная сухотка – медленно прогрессирующие дегенеративные заболевания, вовлекающие задние столбы и задние рога спинного мозга, что проявляется снижением болевой чувствительности, периферических рефлексов, вибрационной чувствительности, проприоцепции и сенситивной атаксии. Прогрессивный пролич также называют пролитической деменцией. Как правило, возникает через 20-30 лет после заражения. Это хронический лобно-височный менингоэнцефалит, протекающий со снижением корковых функций. Глазные формы сифилиса – это новая эпидемия. Они включают передний увеит, панувеит, ретинит, воскулит, сосудов сетчатки, воспаление стекловидного тела и попелит. При этом развивается снижение зрения и фотофобия. Нет лабораторного исследования, достаточно точно чувствительного и специфического, который позволил бы точно поставить диагноз нейросифилис. Диагностика сифилиса является более сложной, чем диагностика большинства других инфекций. Диагноз нейросифилиса основан на выявлении лейкоцитов и трепонемных и нетрепонемных реакций ликвара. Критериями диагноза нейросифилиса в ликваре являются положительные трепонемные РПГ, ИФА или РИФ реакции и повышение количества лимфоцитов в ликваре более 5-10 в кубическом миллиметре или положительные нетрепонемные ВДРЛ и РПР тесты. Лечение нейросифилиса включает применение бензотина, бензилпенициллина, бензинпенициллина натриевой соли и прокалинбензилпенициллина. При аллергии на пенициллин или отказе от парентерального введения применяют пероральный доксициклин. Спасибо за внимание.